приветствую тебя дорогая надежда надежда ты наша надежда ты наша я всем представляю нашу надежду бабайлову это гениальный человек ты не обижайся я говорю правду она делает очень интересные вещи вот следующую книгу следующую книгу которая выходит вот видите здесь вот заставь стресс работать на тебя следующая книга называется уже новые приемы 29 апреля выходит я тебе поздравляю ты там есть со своим уникальным предложением и точно так же там есть и наша маша рука из америки с уникальным предложением как делать людям приемы если у них не получается это удивительно поэтому я тебе благодарен книгу вошли и там точно также вошли в книгу и наш орлов влад и нашего ну короче там много-много людей наших участников школы человек будущего homo futurus но сейчас я тебя попрошу ты мне накануне написала ну-ка расскажи пожалуйста это просто фантастическая вещь то что ты сейчас скажешь и расскажешь а я буду молчать я буду молчать но перед этим я хочу тебе показать чудесную картину которая называется райское дерево планеты дн райское дерево планеты это видишь плод плод а там солнышко ладно рассказывает микрофон включи нажми кнопочку так слышно меня отличная красавица какой у тебя голос ну давай поехали у нас встречи сегодня с тобой неожиданная я уже спала но я так сейчас дробно сплю типа тонкий сон это у меня многолетнее увлечение потому что вот именно этот переход между сном и бодрствованием это самое интересное что может может быть в опыте человеческом вот и в этот момент пробуждение естественная как все наркоманы информационные я за телефон и первое что я вижу сообщение от хасая тебе посылаю звукозапись некоторый старческий голос видимо очень взрослой женщины так бойко рассуждает а квантовом переходе потом она ссылается на серафима саровского я тебе отправляют и запись понимая что ты занят и может быть не ответишь но ты быстро моментально отвечаешь и возражаешь и я подумала что тема ключ тема серафим саровский очень хорошая тема очень интересная в купе с квантовым переходом о котором сейчас так модно и бойко рассуждает все кому не лень причем люди достаточно адекватные но я и себя считаю достаточно адекватным человеком потому что сначала я перехожу восторг восторг длится обычно не больше трех дней потом я начинаю критически переосмысливать сомневаться я считаю что символически веру можно представить как круг а науку как диаметр этого круга человек идет сомневаясь постоянно то есть получается такая синусоида идущая по диаметру для меня это очень важно я всегда представляю геометрические символы физические формулы мне так легче жить но я понимаю что мой язык который мне чрезвычайно понятен моя азбука ну совершенно не для всех людей я из математического класса и вот даже с ними я тоже не нахожусь общий язык поэтому я подумала пока меня не спрашивают сплясывать я не должна все что я понимаю то что осознаю то что умею сформулировать я просто записываю на прозе . ру где мы с тобой и дружим я не могу умолчать пожалуйста ближе к делу потому что на каратенечко каратенечко людям как и велики и физики и как ты математики могли сразу понять о чем речь идет давай-ка солнышко скажи то что я тебе давай давай так так ли я понимаю что я должна рассказать о ключе и серафиме саровском в одном флаконе когда-то я пришла в храм меня за руку вернее привели познакомилась я с батюшкой с отцом сергием когда он зашел ко мне в квартиру посмотрел увидел книга о шо звук хлопка одной ладони балавадскую и сказал вот вся русская интеллигенция начинает с этого качает как бы православием но в общем я не сразу все это поняла дружили мы много лет в этом этой осенью его не стал от несчастья чудесный друг однажды он появился в рясе и в военных сапогах он уезжал в чечню когда мы говорили о смерти он сказал так а я не боюсь смерти я мечтаю разрешится им быть со христом и мне очень запомнилась эта фраза так вот когда я пришла в церковь второе что я сделал я пришла в православную библиотеку и вот там я познакомилась с великолепными трудами шестой век лестница серафим саровский и воспоминания о нем и история ильин иван александрович о котором сейчас такие споры бурные идут во всяком случае что серафиме саровском мало того что я с интересом узнала его биографию я была в сарове я была в новодевичьем монастыре там поразительные вещи со мной случились лично потому что серафим саровский когда я читала его жизнеописание и в то же время я с тобой уже была знакома и в то время я уже смогла вцепиться в ключ вывести из депрессии победить свой страх и всегда через ключ через призму ключа анализировала информацию вот когда я читала что серафим саровский будучи отшельником по сути дела жили один землянки глубоко анализировал свои внутренние состояния он видимо попал в состояние ключа в тот интересное состояние когда рождается внутренние напряжение непонятные неведомые также как вот йоги вдруг ощущают перетоки в себе он видимо им подчинился либо он им сопротивлялся и эти напряжения достигли такой невиданной силы что он описывал это как меня говорит били бесы видимо ура ты вышла сейчас на истину ходим которые со своим подсознанием извини я сейчас буду сопровождать было ну там они с бесами ругаются и без их там и колотят там они трясутся и что-то изрыгают там и и священники их вычитывают откуда все это берется искушение которые бывают у человека если человек конфликте со своими искушениями это в какой-то момент прорывается в виде вот этих безов демонов и так далее и так далее а потом после этого наступает освобождение он наверно об этом говорил а я говорю как психофизиолог о механизме почему это происходит никаких бесов то нету это символика такая но когда в подпороговом у нас есть конфликт самим собой какие-то грешные мысли какие-то соблазны которые мы хотим преодолеть там мы боремся с ними в какой-то момент когда напряжение высокая помнишь там кто-то говорил искушения какие-то были и он боролся со своими искушениями ну да и этим тоже занимался почти все отшельники этим и занимались они сладки поэтому когда на гербе попадает вот эти веза это имеется ввиду у них идет борьба внутренняя внутренняя борьба которая вот таким образом воспринимается психологически а после этого напряжения после этой борьбы наступает освобождение ну а там как у него было он говорил что и его убили била деревом а стены его землянки ну понятно то есть он сам бился его его ломала вот но у него не было друга хасая лива понимаете него друг был иисус христос вот он к нему обращался я это считаю что как бы ни были у нас прекрасные методики которые расшифровывают нашим земным языком все но то что надо этим всем то что поразительное самой создание космоса и человека это настолько поразительно что лучше просто давайте смиримся поймем что это чудо и будем жить в этом чуде пользуюсь методикой ключ новичок например какой-то зайдет нам сейчас посмотреть в гости и не поймет о чем мы говорим что такое ключ и так далее ну-ка скажи я уже попадала на на такой крючок на твой мы начали говорить о серьезных вещах от тебя все время в голове твои первоклассники которые вот заглянули да ничего не поняли но слушайте у тебя тысяча роликов но пусть они возьмут откроют другой ролик самое начало чудесные чудесные ролики замечательные и ради бога пусть начинать с этого но те кто же постоянно здесь бывает им интереснее дальше дальше двигаться на про экзорцизм очень интересная тема когда-то очень интересная тема потому что я много видел роликов разных людей которые показывали это с таким восторгом как людей там кручает ворочает как они да на самом деле это и цигуне есть спонтанный танец например это если при психотерапевтических воздействиях когда человека трясет и вдруг он начинает что-то выделываться а вот когда человек действительно там водя один когда ходит долго молиться и борется с искушениями и так далее ему может так урочить и ломать но я еще раз хочу сказать как ученый специалист как врач и психолог я хочу еще рассказать что их на самом-то деле нет это наши бессознательные процессы которые борются с нашим сознательным механизмом я хочу быть хорошим он же хочет быть хорошим он хочет быть и на кого он равняется на христа равняться быть таким чистым быть таким сопереживающим быть таким любящим быть таким сострадающим быть таким созидающим быть таким Вот, ну, прямо эталон, это Бог для него. И в этот момент вдруг, когда возникают какие-то вот эти вот внутренние конфликты, потому что мы же люди, у нас же и гормоны есть, и все прочее, и всякие такие вот желания, поэтому соблазны. И вот когда человек с ними борется, у него, видимо, было такое... Я почему это заново пересказываю, чтобы тем, которые не понимают еще пока, о чем я говорю, было понятно. А ключ помогает снять эти лишние напряжения без всего вот этого. И вот теперь кто-то задаст вопрос, а вот без всего вот этого, без этого вот внутренней борьбы может человек развиваться? Может, потому что для этого нужно, чтобы он правильно понимал, что такое демоны в данном случае, что такое черти, ведь черт не на самом деле такой, что он там с копытами, рогами, это же наши картинки. А самое главное? Ну-ну-ну, говори. Я хотела немножечко сказать о том, что православие, когда его вот так трактуют черти, старушки, ругаются, молятся, тупо крестятся, это совершенно не так, потому что культура многовековая, тысячелетняя, там столько драгоценностей, начиная от музыки, кончая архитектурой, кончая вот этими молитвами, которые рождены как творчество, в состоянии обличения во Христа. Это же гораздо проще представить себе Бога вот такого идеала и попытаться облечься в Него. Смотри, какая хорошая фраза. Облекитесь во Христа. То есть наденьте Его маску, станьте им. И когда, может быть, не потому, что человек обратился ко Христу, и от этого у него начались напряжения, а от того, что он, может быть, к Нему не обращается, и от этого у него возникает напряжение. Он не занимается самоанализом. Как идеалу, а не объекту поклонения. Это немножко разное. Быть Сыном Божьим. Мы же взрослые культурные люди, конечно, как идеал. Конечно, образование нужно для того, чтобы человек, имея образ своего идеала, образ совершенствования, образ завтрашнего дня, образ будущего, и способности эти. Ведь человек подобен Богу в плане как сотворец. Человек сотворец. И человек по своей природе. Никто его этому не учил, но поскольку он родился в обществе, это духовно-физическая целостность, и у него есть потребность в реализации своих талантов. К сожалению, я замечаю, что когда мы говорим о религии, мы мало говорим о реализации человеческих талантов. Мы говорим там о вере, но мало говорим о том, что не только сохранить себя, не только спастись, но и реализовать себя. Как человек-творец. Как человек-творец. Вот это качество нужно. А ключ как раз-таки в этом смысле помогает человеку гармонизовывать свое состояние, согласовывать психические, физиологические процессы, снимать лишние стрессы, использовать страх, энергию стресса для своих достижений. Вот это новое, чего раньше не хватало, потому что религии созданы тысячи лет назад. Но, к сожалению, не спасли от войны. А я сегодня обратилась к этому тексту, к прямым словам Серафима Саровского. Он говорит, не зарывайте таланты в землю. Будьте как торговцы, но стяжайте духовное. Ну, конечно, конечно, конечно. Так вот это мы с тобой сейчас пытаемся решить. Преулажать, развивать, подобно Христу, отдавая людям. И от этого становясь счастливым. Вот именно. Это Серафим Саровский. Правильно. И я ему вторю. Я ему вторю, потому что я говорю. Красив цветок, распускающийся в каплях свежей росы, так и человек счастлив в раскрытии своих талантов. Конечно, надо давать людям возможности раскрывать свои таланты, потому что человек – это сотворец. Сотворец. А таланты, когда открываешь, человек счастлив. Вот как раз таки мы и занимаемся. Ключ нужен для того, чтобы человек быстрее находил именно свои таланты, помог сам себе их раскрывать, свои способности. И даже, знаешь, даже мог бы потом найти способ, как не греховным путем, а благородным путем и деньги зарабатывать. Честно. Потому что главное – это совесть. Совесть. Если все будут жить по совести, о чем, собственно говоря, ты сейчас и говорил, и приводя эти цитаты. По совести. По совести. Как говорил Лев Николаевич Толстой, мой любимый. Жить по совести. Но при этом, но при этом, совесть и доброта. Совесть и доброта. Даже в бизнесе человек честный больше зарабатывает. Да-да-да. Просто у нас культуры бизнеса не было пока в стране. Ну, страна-то у нас в этом смысле совсем еще молодая. Ну, спасибо тебе. Я хотела еще раз немножко рассказать о Серафиме Саровском, потому что там ведь, наверное, мало кто бывал из наших слушателей. Серафим Саровский, я была там на исповеди, причем ездили паломники, спали в повалку, в частном доме. И что ты думаешь, интересная какая штука. Вот как внутри нас могут жить, ну, другая часть нашей психики, что ли. Так вот, я вернулась с исповеди, пришла к этому частному домику, села на завалинку. После исповеди достала сигареты, закурила и отчетливо услышала голос. Вот через эту трубочку, деточка, тебя, нечистый, и вселился. Я могла придумать такую фразу. Ну, что делать вот с такими вещами? Ну, прекрасно. Я тебе хочу сказать, я тоже один раз был, так сказать, в паломничестве. Я просто был удивлен. С нами был в группе, он был такой милиционер большого ранга, большого ранга. Очень большого ранга. И, короче говоря, когда мы зашли там с мощами общались и так далее, он опрокинулся на колени, стал обызать пол. Я так удивился на него. Я так на него удивился. Вот как в человеке, современный человек в большом звании, и при этом, и при этом, в нем совмещается ритуальность действий, ритуальность действий тысячелетней давности. И это современность. И как-то он не задумывается, как это может быть вообще. Как это может быть. Я просто удивился, потому что этот человек там суд людской осуществляет, там преступников ловит, там наказывает людей, в тюрьму их сажает. Я очень удивился, потому что у него, мне кажется, с разумом что-то не в порядке. Да, потому что это такое было остервенение, лобызание пола. Ну, я просто удивился, потому что суд человеческий, а есть суд Божий. Поэтому-то на самом деле, как человеку интересно устроен, что теория ада и рая появились раньше теории, чем космические корабли. Поэтому, в принципе, сегодня в изобретательстве, в научно-техническом прогрессе не хватает человечности, человеческого лица, то есть ответственности за последствия совершаемых открытий, совершаемых действий. Вот экологию до чего довели. А я хочу сказать, у нас сегодня день очень знаменательный, потому что происходит переход действительно на весну. На весну у нас в Москве, видишь, как затянулся апрель со своими погодами, с магнитными бурями и прочее. Десятое переходит на весну, и я хочу всем пожелать здоровья, счастья. Если бы... Знаешь, что я тебе скажу? Я все больше и больше думал о первопричинах, почему мир такой стал. Мне кажется, если бы все дети рождались здоровыми, то меньше было бы нужно и тюрьмы, и всего этого. А то у нас так, в Красноярске, я помню, с одной стороны церковь, с другой стороны тюрьма, с чего начинается родина, как говорится. Насколько у меня в памяти запечатлелось. Потом у нас есть кнут, потом у нас есть пряник, потом у нас есть... Короче говоря, надо с чего-то начинать, и вот сейчас весь мир ищет с чего начинать, чтобы наше будущее было лучше, потому что проектов-то много. Я бы хотел всем напомнить, что хорошо бы обратить внимание при этом, как мы тянем, когда моток разматывается, нитку нашли, потянули, и все размоталось. С чего начинать? Чтобы мы все-таки не забывали. Помочь, чтобы дети рождались здоровыми. Потому что весь мир, вот так вот, все мы знаем, что надо верить в совершенство, верить в лучшее, что мир лучше войны и так далее. Но войны происходят. Потому что люди все-таки, они по природе хорошие, но все-таки не все здоровы. Потому что здоровый человек ищет совершенства в себе, он ищет работу над собой, а не здоровый человек, он ищет контроль над другими. Да? Я хочу добавить. Недавно я написала текст «Магия благодарности», и он пользовался большим отобрением людей. А суть в том, что в контексте того, что ты сказал, дети рождаются нездоровые. Они, понимаете, как рождаются, почему нездоровыми? Потому что нездоровым детям больше внимания. Внимание, которое здоровым детям должно уделяться очень много. А мамочки современные больше уделяют времени себе, своему маникюру, своим сериалам, каким-то другим. Я вот когда стала бабушкой, я поняла, боже, какая я была дура молодая. Мне нужны были какие-то книжки. Быстрее уложить спать, быстрее там сбагрить куда-нибудь ребенка. Я бы отдала сейчас все, чтобы снова взять вот это, понюхать эту тепленькую головочку и смотреть, смотреть и любоваться. Вот с ночкой у меня такое произошло, а детей я пропустила. И они начинают болеть, потому что если ты заболел, ну ты же знаешь эту манипуляцию. Так и мамочка присядет, и мамочка лишний раз погладит, и принесет там, и чего-нибудь. Потому что внимание человеческое – это огромная энергия. В православии есть такое выражение «внутрь имания». Внутрь себя направляешь вот эту энергию, луч внутрь себя. Помнишь, мы разговаривали с тобой о сканировании себя. Оно лечит? Так оно лечит и ребенка твоего. И он еще заранее, еще в животе, будучи обласканным твоим вниманием, он и родится здоровым. Внимание к детям и благодарность. А благодарность кому? Ближнему? Как меня спрашивают. А я говорю, нужно благодарить, не отходя от кассы. Кого благодарить-то? Я говорю, кассиршу. Какая ты красивая, надежда ты наша. Как же мы без тебя можем? Вера, надежда, любовь. А я без вас не могу. Я так хочу быть полезной. Спасибо тебе, дорогая. Спасибо, я тебе очень благодарен. До встречи. У нас будет, кстати, 28 числа. Я тебе лично подарочный вход, как почетному участнику. Я почетным участником всегда бесплатный подарочный вход рассылаю. Я сижу ночью и всем посылаю. И ты у нас почетный участник. Буду в ложе. До встречи. Благодарю. Обнимаю, целую всех. Всего доброго. Здоровья. Всего доброго. Нажми там какую-то правильную кнопочку. Да, 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 да.